Крем-сыворотка Крем-сыворотка Retiderm 025 серия Anti-Age Препарат, обладающий выраженными антивозрастными свойствами Благодаря чему? Благодаря тому, что в составе находится активный ретинол Как известно, производные витамина А, помимо того, что эффективны для лечения Акны, воспалительных процессов кожи Обладают доказательной базой эффективности Именно против признаков фото- и хроностарения И, естественно, сила действия препаратов, содержащих производные витамины А Зависит от формы ретинола, которая в них находится В нашем препарате, то есть в креме-сыворотке Retiderm 025 Находятся два вида ретинола Это активный свободный ретинол и липосомальный Наиболее приближенные по своему действию к третинаину То есть к ретиноевой кислоте Которая является, как известно, рецептурным компонентом В совокупности концентрация ретинола в данном препарате 0,25 Это достаточно большая концентрация Которая, кроме того, еще усиливается тем По действию, что часть ретинола находится в самой эффективной форме По биодоступности в липосомальной То есть это инкапсулированный ретинол Что важно? Ретинол, естественно, помогает нам достичь Всех эффектов антивозрастных, которые мы хотим получить То есть это уменьшение глубины морщин Это устранение морщин в виде тонких линий Это осветление пигментации общего тона лица Шеи и декольте, где мы используем этот крем Это влияние на себорегуляцию Это улучшение микроциркуляции Это, соответственно, вообще по принципу Ускорение обновления кожи Когда кожа возрастная, начинает себя вести как кожа молодая То есть быстрее обновляется Функционирует, метаболические процессы ускоряются И, соответственно, мы получаем такой визуальный эффект Когда кожа омолаживается Помимо ретинола в данном средстве находятся еще активные компоненты Которые вносят свою немаловажную лепту Весь этот процесс Это, в первую очередь, неацинамид Который находится тоже в достаточно большой 3% концентрации Он сам по себе влияет на кожу И как антивозрастной компонент Улучшает тонус, тургор кожи Микроциркуляцию активизирует Сосудоукрепляющим действием обладает Кроме того, он обладает себорегулирующим действием Балансирует выработку кожного сала При этом не пересушивает, например, сухую кожу Если используется на коже обладателя такого типа кожи То есть сухую кожу он пересушивать не будет Кроме того, неацинамид тоже участвует И в осветляющем действии И во многих других процессах Помимо этих двух ингредиентов Находится в данном средстве еще аскорбилглюкозид Это витамин С в стабильной форме Который сам по себе тоже обладает Во-первых, один из самых сильных антиоксидантов Витамин С Кроме того, он повышает устойчивость нашей кожи К действию ультрафиолета Помимо всего прочего, сам по себе и осветляющим действием легким обладает И ускоряет метаболические процессы Тоже такой очень хороший для кожи адаптоген Кроме ретинола, витамина С и никотинамида В данном креме-сыворотке Находится еще, естественно, питательный компонент Масло сладкого миндаля в первую очередь Пребиотический компонент фукагель Который помимо того, что создает оптимальные условия для жизненормальной микрофлоры Он еще и очень хорошо удерживает влагу И восстанавливает гидролипидный барьер Влагоудерживающим действием Свойством в данном препарате Обладает, конечно же, еще высокомолекулярная гиалуроновая кислота Которая там присутствует Помимо витамина С Антиоксидантные свойства Оказывает у нас еще витамин Е Который тоже присутствует в составе То есть состав, как вы видите, очень богатый И очень такой целенаправленный Хочу пару слов сказать О применении То есть есть свои нюансы применения Первое, самое важное правило Применение средств, содержащих активный ретинол То, что они должны наноситься на кожу Строго, вечером То есть это ночное средство Оно не применяется утром Оно применяется один раз в день, вечером На второй важный момент Сухую, очищенную кожу То есть мы должны умыться, протонизировать кожу И только через 20 минут 15, минимум 20 Можно через полчаса нанести Вот эту вот сыворотку Если нам нужно нанести что-то после нее Ну, например, обладатель сухой кожи Привык использовать на ночь Плотный, жирненький крем То мы можем это сделать Только, третий важный момент Спустя час после того, как мы нанесли Сыворотку ретинолом с активным ретинолом Следующий важный момент Четвертый То, что мы должны использовать обязательно Средство, защищающее от ультрафиолета То есть содержащее SPF не ниже 30 А лучше выше При любом индексе инсоляции В течение курса применения Сыворотки с активным ретинолом То есть если мы ее используем То мы используем днем Обязательно средство с SPF Можно использовать наш мультипротектор SPF 50 Плюс с текстурой oil free Можно какие-то другие средства выбрать Вам привычные С тональными эффектами и так далее Но защита от солнца Должна присутствовать обязательно Еще важный момент Относительно безопасности Так как этот препарат содержит Активный ретинол Производный из витамина А То, соответственно Противопоказанием к применению В первую очередь является Беременность и лактация Ну и активное планирование беременности Естественно, когда вы не знаете В какой момент она долгожданно наступит Вот, тогда препарат, содержащий витамина А Применять не нужно Кроме того, нельзя его наносить На область подвижных век То есть мы наносим на лицо и шею В небольшом количестве Лицо, на лицо достаточно одной горошинки Препарата То есть фактически одно нажатие Шеи, декольте, еще одна горошинка Не больше И, соответственно Не наносим на поврежденную кожу То есть если есть какие-то царапины Порезы Выдавили много воспалительных элементов То не нужно наносить ретинол Значит, еще один такой тоже важный момент У него есть прогнозируемые побочные эффекты Не все, конечно же, реагируют одинаково на ретинол Но практически все И мы даже ждем, что это возникнет Иначе продвинутые пользователи ретинола знают Что если никаких вообще эффектов не возникает подобных То, наверное, ретинол плохо работает Так вот, на самом деле здесь не нужно бояться Но побочные эффекты есть некоторые И они заключаются в усилении чувствительности кожи Иногда шелушение, иногда порозовение ее В первое, ну в начале применения, скажем так Пока кожа адаптируется к ретинолу Соответственно, в начале применения Поэтому есть рекомендация тоже важная Применять эту сыворотку не чаще трех раз в неделю То есть, допустим, две недели вы применяете Три раза в неделю Потом уже, ну или три недели В зависимости от вашей чувствительности кожи Как вы будете реагировать И дальше вы уже применяете ее через день И, например, применять чаще, чем через день Вообще нет особого смысла Вот такие вот меры безопасности Обязательно То есть, это тот препарат, который требует Прочтения инструкции перед применением Вот, как хороший гаджет Поэтому вот эта вот сыворотка Имеющая легкую тающую текстуру крема Очень хорошо борется с возрастными изменениями Но применять ее нужно согласно инструкции и с умом Естественно, это больше холодного сезона препарат Либо, когда вы не выходите часто на солнце И обязательно на солнце должны кожу защищать То есть, ее можно применять курсом До трех-четырех месяцев подряд Некоторые любители ретинола Применяют и дольше И постоянно применяют Но тут, чем дольше И тем больше шансов, что мы попадем на солнце С этим препаратом Тем активнее должна быть солнцезащита Это важно Вот такой новый активный препарат С липосомальным и свободным ретинолом Ниацинамидом, витамином С И другими компонентами в составе Вышел у компании Гильтек Ретидерм 0.25 серии антиэйдж Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...